В Сочи завершил работу международный инвестиционный форум. Из Краснодарского края чувашская делегация во главе с Михаилом Игнатьевым возвращается с прорывными соглашениями. Какие проекты будут реализованы в республике и какие задачи перед субъектами ставят в федеральном центре? Подробности в следующем материале. Программа Сочинского экономического форума обширна. На его полях состоялись десятки деловых переговоров, конференций и сессий. В рамках одной из них обсудили, как сделать более совершенными межбюджетные отношения. Идеальную модель федеральный центр и регионы выстраивают сообща. Возникает немало вопросов. Нужно ли усиливать помощь субъектам или дать им больше самостоятельности? Какие проблемы существуют в финансовом распределении средств? Как трансформировать систему субсидирования регионов? Сегодня мы действительно отмечаем, что полномочия делегируются на уровень субъекта. И в последующем отмечается сокращение расходов на выполнение этих полномочий. Возможно и это обсуждение темы забрать эти полномочия на уровень федерации. И соответственно есть и другая тема. Большая часть, наверное, мы об этом говорим, что субъекты в принципе могут качественно выполнить переданные полномочия. Но только их нужно обеспечить финансами в полном объеме. Региональная политика вообще основная тема повестки форума, отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев на пленарном заседании. Понятно, что исходные позиции у субъектов разные. Это касается многих вещей, включая природные ресурсы, наличие крупных предприятий, дорог, электростанций, университетов, научных центров. У нас нет универсального механизма, который бы гарантировал нам успехи. Но я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, не существует бесперспективных регионов. Это совершенно очевидно. Да, у каждого свои особенности, но есть и свои конкурентные преимущества. Это тоже очевидно. И природные, и отраслевые, и ресурсные, и трудовые, на которых и нужно зарабатывать деньги. Поэтому первой нашей задачей здесь является выявить в каждой территории собственные точки роста. Коллеги-губернаторы, которые присутствуют на форуме, и так этим занимаются. Но нужно это делать интенсивнее. В Чувашии формирование проектов развития стало повседневной практикой. На российский инвестиционный форум делегация нашей республики приехала основательно подготовленной. Именно здесь многие идеи, озвученные ранее, получили документальное подтверждение. Напомним, глава Чувашии уже встречался в прошлом году с итальянскими бизнесменами. Сотрудничество с Римским телематическим университетом обретает конкретные формы. Начатые в республике переговоры о возможности открытия в регионе селекционно-семеноводческого центра продолжились в Сочи. Я считаю, что власти Чувашской республики помогают очень, особенно нам, иностранцам, чувствовать себя комфортно в регионе и организовывать наш бизнес. Я встретил замечательных партнеров, и поэтому я планирую реализовать инвестиционный проект в Чувашской республике. Минсельхоз России идею поддержал. А первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что к сортоиспытаниям нужно приступать уже в этом году. На площадке форума глава республики подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Чувашия и телематическим университетом имени Никола Кузана. В нем прописаны этапы строительства современного тепличного комплекса в Марпасадском районе. Проект заявляет, что это теплица пятого поколения, объем инвестиций на уровне трех миллиардов рублей, поэтому я думаю, что в течение ближайшего года мы выйдем на стройку, после того, как это проектируется, и уже в следующем году будет открытие этой теплицы. Это не первый этап только теплицы у данной компании, поэтому я надеюсь, что и после того, как будут выстроены успешные планы реализации продукции, планы по расширению, они действительно существуют. Еще два соглашения о сотрудничестве в различных сферах глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал с губернаторами Саратовской и Нижегородской областей. Общепринятая практика с годами не потеряла своей актуальности. Мы вполне можем очень серьезно поучиться развитию сельского хозяйства. Уровень благоустройства. Я бывал во многих городах, особенно в Чебоксарах, и, конечно, уровень благоустройства повыше, чем у нас в Нижнем Новгороде. Мы соседи, и поэтому я считаю, что вот это соглашение, оно призывает нас к конкретной, более активной, постоянной работе. С обоими регионами у Чувашии сложились давние взаимовыгодные отношения. Новые документы, по мнению главы республики, подтверждают современную тенденцию. Вместе мы будем сильнее. Задача стоит, приоритет государственной политики в Российской Федерации обозначен с учетом предъявленных санкций, бороться с импортом. И мы, вот те сильные стороны, используя разных регионов, должны продавать продукцию, реально в секторе экономики, услуги, даже включая IT, на экспорт. И создавать тем самым новые рабочие места, с учетом того, чтобы наши молодые люди могли самореализоваться. Дмитрий Ковалев, Елена Гарперина, Андрей Спиридонов. Республика. Из города Сочи.